Врач подробно расспрашивает пациентов о состоянии их здоровья. Чтобы вакцинация прошла успешно и не спровоцировала побочные эффекты, человеку необходимо быть здоровым. Затем обязательное измерение уровня сатурации, насыщенности крови кислородом, температуры и давления. Противопоказания есть и нет. Мы всех прививаем. Поскольку мы пациента видим впервые, мы небольшой опрос проводим. То есть по жалобам, по сопутствующей патологии, есть ли какие-то на данный момент нюансы, что-то его беспокоит. Ну и эпидабнамность обязательно. После осмотра медсестра делает укол и отмечает в сертификате вакцинации серию вводимого препарата. За вторым компонентом вакцины пришел и Сергей Николаевич. Ему 49. Сам он из Ростова, но работает сейчас в Одинцове. Все замечательно. Вторую прививку сделали. Все хорошо. Первая была безболезненная. Так что делайте прививки, прививайтесь, будьте здоровы. Как отмечают медики, в основном прививку пациенты переносят хорошо. Лишь у небольшого количества проявляются местные реакции. У некоторых бывает повышенная температура. Чтобы не допускать этого, после вакцинации важно соблюдать рекомендации специалистов. После введения как первого, так и второго компонента есть рекомендации. Первые две недели вы должны соблюдать охранительный режим, избегать переохлаждения, контакта с инфекционными больными. Не рекомендуются дальние поездки, пребывание в общественных местах, где скопление народа. Пациенты, которые не соблюдали рекомендации, есть случаи, которые заболели ОРВИ и легкой формой. Вторым компонентом вакцины в рамках массовой вакцинации смогли привиться все желающие, имеющие при себе паспорт, полис, СНИЛС и сертификат о вакцинации первым компонентом. Также на базе первой поликлиники на постоянной основе работает прививочный пункт, где пациентов принимают по предварительной записи. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.